Сегодня в Хабаровске вынесли приговор Анару Алохверанову, который признан виновным в смерти чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Громкое убийство произошло в августе прошлого года. После попытки бегства обвиняемый сам сдался полиции. Сегодня в последнем слове на суде он полностью признал вину и попросил прощения у родителей погибшего. Репортаж Данила Маевского. Сегодня Краевой суд поставил точку в деле Анара Алохверанова. Разбирательство длилось целый год. Прошло несколько десятков заседаний и опрошены были более 10 свидетелей. На мобильный телефон очевидцы засняли убийство. Смертью закончилась драка двух молодых людей, которые поссорились в ночном клубе. Каждый был уверен в своих силах. Андрей Драчев чемпион по пауэрлифтингу. Его соперник занимается боевыми искусствами. На видео отчетливо видно, как Анара Алохверанов добивает соперника, который упал. Следователи досконально изучили видеозапись драки. С момента преступления подозреваемый скрылся. Он был объявлен в федеральный, а затем международный розыск. Когда дело приобрело большой резонанс, Анара Алохверанов решил сдаться. С сентября прошлого года он находился в СИЗО. Сегодня на суде обвиняемый раскаялся в содеянном и попросил прощения у родителей Андрея Драчева. Я бы хотел смерть за смерть или на пожизненное. Но мы все реалисты. Понимаю, что он не судим. Не судим молодой возраст. Ну и частичное погашение морального вреда. В качестве частичного погашения морального вреда суд учел 50 тысяч рублей, которые семья погибшего перечислила семья Алохверанова. Родители Андрея Драчева просили 2 миллиона. Гособвинители также учли тот факт, что на участников процесса неоднократно оказывалось давление. Выходили на свидетелей, просили давать показания в интересах Алохверанова. И, естественно, первая цель – это провести национальный мотив. Никаких оскорблений со стороны потерпевшего по национальному признаку не было. Анара Алохверанова признали виновным по статье «Убийство, совершенное из хулиганских побуждений». Приговор суда – 18 лет колонии строгого режима. Осужденный может обжаловать приговор в течение 10 дней.